Это проект нашего спортзала. Стоимость работ, материалов, транспортные расходы. В этом проекте все, что нужно для строительства спортивного зала в селе Софиевка Симферопольского района. Спортзал возведут на территории мечети Султан-Сервери. О своих планах местные жители рассказали депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Показали объект. Общими усилиями сельчан здесь уже заложили фундамент спортзала, установили железный каркас. На этом средства и закончились. За помощью они обратились к парламентарию. Они пообещали нам помочь. С их помощью теперь мы сможем достроить спортзал. Я очень рад. Спасибо им большое. Спортзал построят и в соседнем селе Укромное. Здание уже есть. Это старая заброшенная котельная. Остались только вопросы технического характера, либо передача данного помещения Духовному управлению мусульман Крыма, что позволит, скажем так, избежать конкурсных процедур. Но здесь есть определенные противоречия в законодательстве, либо передача спортивной организации. Проект реализует короткие сроки, заверил парламентарий. Уже есть меценат. Финансирование в полном объеме. Рабочая бригада готова приступить к строительным работам к концу сентября. Депутат Госдумы встретился и с жителями массива привокзальной в поселке Гвардейское. Собрались возле новой мечети. Основные работы по строительству религиозного сооружения завершены. Осталось только установить забор и облагородить территорию. Скажите мне, какой бюджет. Мы с вами давайте определимся. И я посмотрю, по срокам сориентирую вас. И пока теплая погода, давайте это все сделаем. Помимо вопросов по мечети, обсудили и проблемы с транспортом, ремонтом дорог и подвоза детей в школу. Для конструктивного диалога на встрече присутствовали и представители местной власти. Планировалась дорога по улицам мечеть. Весь массив, канал, все люди просят вашего содействия, чтобы нам помогли эту дорогу все-таки сделать. Что касается дороги, уже есть проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы. Там общая сумма порядка 150-160 миллионов. То есть дорога с тротуарами, с остановками, с освещением. И мы планировали передать это в Минтранс с целью включения за счет президентского фонда. А это самый крупный объект по программе ФЦП на территории Симферопольского района. Две многоэтажки на 320 квартир для репатриантов. Это будет жилой комплекс с детскими и спортивными площадками. Стоянкой для машин озеленением. После завершения передачи к нам закрыть 100% всю квартиру на очередь. И я думаю, что еще и запас останется. И там поможем коллегам из других муниципальных образований. Квартиры будут с чистовой отделкой, газовая плита, сантехника, покрашенные стены и ламинат. Люди заедут в абсолютно готовое жилье. Из-за ошибки в проекте газификации объекта новоселье состоится в середине следующего года. И сейчас нужно пройти заново экспертизу, получить новые техусловия на подключение газа. И уже провести пусконаладочные работы. И, соответственно, запустить всю систему отопления. Поэтому принято решение с заказчиком чистовые работы в зиму не проводить. Так как это ставит под угрозу всю эту отделку, качество. Да, то есть мы можем ее просто потерять. Уже через месяц в администрации Симферопольского района состоится встреча с очередниками для актуализации очереди. Затем они смогут посетить свои будущие квартиры. Айша Шулакова, Асанзий Вадинов, телеканал Милет.